Приветище! Это Субнатика Нижнуля, и мы продолжаем наше строительство базы. Короче, я вспомнил, как я строил в оригинальной игре. Лестница была нужна для вот таких вот вертикальных соединителей. То есть, если я сейчас сделаю небольшую трубу, я её, конечно, на лёд не смогу поставить. Вначале... Чё-то там прыгает. Каким-то макаром я умудрился всё-таки поставить этот фундамент. Сейчас я попробую на него запрыгнуть, если у меня получится, конечно. Нет, не получится. Я продолжаю бороться за свою мечту. Притащил сюда вот этот ящик. Надеюсь, он нам как-то поможет. Значит, я его скидываю сюда. Будет трамплинчиком. Вот на краю. Вот. Почти! Короче, я выбираю прямой отсек. Я его просто вот так вот поставлю. Вот. Таким вот образом. Мне всего лишь нужен титан, и я буду подпрыгивать и залазить туда. Ну, как бы... Только таким образом. Давай быстренько покушаем, выпьем водички. Выбрал место отличное, где куча обезьян. И они мне все приносят... Спасибо за морскую соль, за титан, вы очень добры. И они все мне приносят минералы. Это прям очень радует. Кажется, титана я собрал достаточно. Давай попробуем сделать вот эту штуку. Эту чудо-штуку. Да, хватает. Вот, люк. И тут лестница будет. Кошерно. Ну вообще, просто роскошно. Давай заходим сюда. И мы попадаем на платформу. А-а-а... Па-пасибо. Я думал, тут будет проход, но нет. Вот, в принципе, и мой жилой модуль. Квартирка метр на метр. Ладно, выходим отсюда. Но радует, что тут уже лесенка появилась. Это прям капец как здорово. Вот и чудно. Вот и славно. Выходим, наконец, на эту платформу. И можем, наверное, запрыгнуть на льдину. Хотя я сомневаюсь, тут слишком высоко, но... А я что-то взять могу? Взять снега. Нет, спасибо, снег, я не хочу. Я хочу залезть туда. А чтобы залезть туда, нам нужно поставить еще одну вот такую вот штуку. Где-то здесь. Где-то здесь. И повыше. Во, вот таким вот образом. И достроил этот модуль. Но, 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 но. Нужно еще достроить к нему люк. Но, как ты видишь, лесенки мне не хватит до него. Оказывается, вот эти вот модули, их можно ставить, ну, прям на воду. Где захочешь. Поэтому всю вот эту конструкцию, ну, придется разбирать. А еще классно, что вот эта штука, она согревает. Я вот замерз, зашел сюда, погрелся. И не важно, что тут нет электричества. Вот тут вот его ставим. Теперь нам нужно сделать с тобой верхнюю часть. Единственное, я... Во, 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 можно здесь было поставить. Давай, ставь все. Вот. Вот таким вот макаром. С этой штукой мы распрощаемся, все нафиг разбираем. Кстати, вот и пригодился все-таки тут контейнер. Бросим его. И перекидаем туда все ресурсы. Ну, вот и все. Заход у нас готов. Остается только сделать лесенку. Сейчас реализуем ее. Вот таким вот образом. Титан кончился. Черт подери. В удаченькую пещерку заплыл. Куча всяких залежей здесь. В том числе и титана набрал. Офигеть, какое количество. Надо, короче, теперь здесь бросить маяк где-то, чтобы было видно нашу базу на интерфейсе. Вот как капсулу вон ту. Все, короче, достраиваем, значит, лесенку. Ага. Хопа. Наверху. И здесь вот нам нужен еще один люк. Ну, наконец-то, наконец-то. Теперь выходим прямо на льдину, да? Чудно. Просто прекрасно. Смотри, какое пространство. Сколько много тут всего. Вот снег похож на извилинные мозговые какие-то. Не знаю, взять снег. Такое ощущение, как будто я по мозгу хожу. Еще в таком свете все. Оуу, пурга начинается. Это единственный минус, когда ты будешь строиться на поверхности. Это погодные условия. Значит, нам сейчас с тобой нужно будет присоединить многоцелевую комнату. Вот так вот она выглядит. Прикол весь в том, что многоцелевая комната, она ставится где-то там наверху, видишь, чуть выше. Ну, ладно, давай ее поставим где-нибудь тут посередине. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо потерпеть чуть-чуть, я почти достроил. Ага. И, блин, титана не хватило. Ну, как, блин, от тебя. Во. Наконец-то. Четко. База готова. Шикарно. Заходим. Ууу, как тут. Пусто. Так, значит, нам по-любому здесь нужен изготовитель. Маяк я бросаю здесь, чтобы у нас он тут мельтешил. Где у меня маяк-то? Вот он. Сейчас мы его с тобой запрограммируем. А лучше мы его, наверное, даже вот тут вот наверху поставим. Запрограммлю дом. И будет у меня счастье. Вот здесь вот его поставим. О, прям воткнули. И напишем дом. Вот и чудно. Понятно, что электричества пока нету, но нам бы хотя бы сюда шкаф впендюрить и изготовитель. Давай, вот здесь вот будет изготовитель и сразу же шкаф. Да, обесточено. Ему нужна электроэнергия. И делаем шкаф. Огроменный шкаф. Во! Шкаф у меня забился под завязочку. Я хочу забрать кварц и медь. И сделать здесь солнечную панель. Еще только кварц нам понадобится. Пошли делать солнечную панель. Да. Вышел я на улицу, называется. А солнышка-то уже и нет. Но ничего страшного. Поставлю я панельку, значит... Что, здесь прямо на снегу, что ли? Можно на крышу как-то лупануть? О, можно. Тогда поставим прямо на наш модуль. Таким макаром. Ну вот, шкафчик я забил. Места здесь нету. Будем сейчас избавляться с тобой от бумажного мусора. Под ним я подразумеваю плакатики. Которые я натырил в большом количестве. Не знаю, зачем я это сделал. Такое ощущение, как будто я бумажный клиптоман. Просто вижу бумагу, хватай. Не хочу. Как будто у меня дефицит туалетной бумаги. Тут, по-моему, кстати, ее нет. Туалетной бумаги. Хотя я ее видел где-то. Где я ее видел? Со скреп-механиком, что ли, перепутал? О! Мотивационный плакат. Фокус. Сосредоточься на этой капельке. Дальше. У нас есть еще пару плакатиков. Сейчас будем от всего этого избавляться. О! Шикарный плакат. Плакат со шпионским пингвина-роботом. Во! Точнее, его чертежи. Прикольно. Пусть висит здесь. А это у нас что такое? О! Какой вид! Красотища! Подожди, это разве не с оригинальной игры? По-моему, это с оригинальной игры. База, куда мы постоянно ходили-то. Хочу также разобрать металл. Это тот самый металл, который мы нашли на разрушенном корабле. Кто-то писал в комментариях, что, возможно, это Аврора. Может быть, это и так, а может быть, и нет. Потому что та Аврора, которая разбилась, она находилась от этой части очень далеко. Не думаю, что ее обломки долетели и сюда. А нам сейчас нужно пойти и добыть пузырей, пузырики, чтобы мы смогли выжить. Потому что у меня нехватка воды. Мне срочно нужно выпить. Звучит, как будто я в бар зашел. Мне нужно выпить! Нет, на самом деле мне нужна просто вода. Долбаные пузыри. Ну где же вы? Ни одного, прикинь, пока плыву, не нашел. Снова на помощь нам приходит спасательная капсула. Потому что на базе нашей нету света, поскольку ночь. А у нас там только солнечные батареи. Поэтому делаем себе водицы. Выпиваем ее, как не в себя. О, да! Наконец-то. Надо будет еще наловить пузырей. Но, прежде чем мы это сделаем, нужно забрать еще вот эти вот ящики, контейнеры. Они нам пригодятся. Ну вот и все. Возле нашей спасательной капсулы я все забрал. Давай еще внутрь зайдем, проверим ящичек. Вроде бы тут тоже у нас... А, тут есть сигнальная ракета. Четыре штуки на всякие пожарные ставлю себе. Потому что написано, что они отвлекают хищников некоторых. И может спасти мне жизнь эта штука. Забираем, конечно же, наш сборщик транспорта. И все, переезжаем на новое место окончательно. Сборщика я скину вот где-нибудь здесь, наверное. Пускай плавать тут. Три ящика теперь у меня вот здесь вот. Вот так вот они расположены. О, как классно! Когда все светло. Шикарно просто. Все видно с этой льдины. Но есть один минус. Внимание, вам грозит голодание. Немедленно пополните запас калорий. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, минус в чем. Здесь была лестница. Сейчас ее нету. И приходится вот так вот иногда делать, чтобы восстановить эту лестницу. Причем эта лестница пропадает и здесь, и здесь. И в дальнейшем она будет пропадать у остальных построек, скорее всего. Батончики, батончики. Есть у меня батончики. Блин, мы... А, да, есть батончики. Отлично. Я смотрю, одни камни. Думаю, что, камни что ли жрать? Грызть гранит? Нет, спасибо. Сожрали братончик. Батончик как братончик, бро. Все. Теперь пойдем строить. Значит, материал у нас, в принципе, достатки. Я надеюсь, что нам хватит. Надвигается опасная погода. Ищите укрой. Да что ж такое? Я только строить вышел. Да, погодка, конечно, не радует. Капец как. Ну что, давай попробуем поставить эту штуку. Здоровую бандурину. Я, если честно, хочу ее как-то закрепить с основной базой. Все получилось. Ну, наконец-то. У меня теперь есть огромная база. Ой-ой, туман, туман. А, я холодно. Замерзаю, черт подери. Надо быстрее зайти. Офигеть, да? Но зато я появился в своей новой комнате. И мы для этой комнаты сделаем, знаешь что? Купол. Огромный купол. Вот такой вот стеклянный. И здесь я буду садить рассаду. Здесь у меня будет, как это называется, теплица. Во. Значит, смотри, нам нужен летит титан и эмалевое стекло. Эмалевое стекло, оно как у нас появляется? Оно у нас появляется из... О, капец. Стекло, свинец и алмаз. А алмаза у нас нету пока что. Давай хотя бы просто сделаем здесь окна. Небольшие окна, которые нам позволят смотреть, что же происходит у нас на улице. Так. Здорово. Окна в пол. Всегда таких мечтал. Ну и думаю, что у вас здесь вот надо окошечко одно впиндюрить. О, да. Можно сидеть и любоваться на метель. Выбегая такой на улицу, думаю, дай посмотрю, что у меня в ящиках-то есть, что я туда накидал. А они, гляди-ка, от сильного ветра подраскидал их немножечко. Ну что, поскольку теплица у нас есть, давай делать наружные грядки. Наружные, это значит, они должны быть на улице. Нет, неинтересно. Ага, вот они, внутренние грядки. Надо будет, кстати, еще кофе-автомат сделать. Значит, внутреннюю грядочку размещаем. Давай поближе сюда к окну, где освещение есть. Вот так. Посадим сюда, знаешь чего? Попробуем вот это вот ленточное растение. А, оно в инвентарь быстрого доступа не кидается, и, соответственно, посадить его тоже нельзя. Хорошо. Тогда делаем кофейный автомат. Он у нас будет вот тут вот стоять. В самом начале. И, наконец-то, пригодился мой термос. Берем, значит, наш термос. И заправляем его горючей смесью. Что-то, смотри, термос у меня какой-то замерзший. Весь обледеневший. Кофейный торговый автомат пусто. А, что, его еще и заправлять надо? Скорее всего, ему вода нужна. Ладно. Есть еще у меня музыкальные пластинки. Как насчет музыкального автомата? Поставим его здесь. Ого! О, трек вместе с Аланом? Мы записали трек вместе с Аланом! Офигеть! Так, хорошо. Короче, поставим на паузу. Тут можно еще сделать колоночку. Вот такую. Динамик музыкального автомата. Чтобы музыка не только здесь играла, но еще в других помещениях. Так что я хочу, чтобы у меня музыка играла также еще и в нашей теплице. Вот такая вот колоночка будет тут висеть. Давай включим, проверим работоспособность всей этой системы. Мьюзик. Вкл. О, да. Четко. Что еще прикольного мы можем сделать? Модификационная станция. Нужен алмаз. Аквариум. Сделаем чуть позже. Зарядное устройство. О, точно. Зарядное устройство для батарей. Обязательно нужно сделать. Знаешь, в какой-то момент я жалею о том, что я не собрал тогда кучу металлолома и не приволок этого домой. Чтобы сделать огромное количество титана в чистом виде. Но, как мы понимаем и помним, приоритеты тогда были в другом. О, кстати, кстати, кстати. Грибы. Давай сейчас попробуем их срезать. Их же можно кушать. Я как раз уже кушать скоро захочу. Может быть и посадить смогу. Этот бычий глаз. Короче, набрал пузырей. Хочу попробовать сделать воды. Загрузить ее в наш кофейный автомат. Да, 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 точно. И воды сюда никак не закинуть. Нужно что-то другое. Блин, в оригинальной части я просто поставил кофейный автомат и он делал кофе. Что за подстава? Короче, съедаем грибы. Посадить я их не могу, потому что в инвентаре они не закидываются. Они тоже растут только под водой. Зарядное устройство у нас готово. Готово к установке. Поставлю его сюда. У меня там как раз комплект батареечек набрался уже. Открываем. И вот одна батареечка, пожалуйста. Все у нас теперь заряжается. Сколько энергии у нас в помещении? 75 и 75. Пока что одна солнечная панель справляется. И это здорово. Давай сделаем еще один шкафчик. А то места капец как не хватает. Что еще мы можем построить? Ну, например, кровать. Блин, все-таки ящик один свалился. Он пустой у нас? Да, пустой. Угу. Действительно отсюда упал. Я сейчас эти ящики просто затащу домой, да и все. Чтобы они не загрязняли окружающую среду. А еще смотри, что я притащил. Смотри, поймал пингвинчика. По многочисленным просьбам у меня теперь будет питомец. Нельзя выбросить предмет здесь. Используется для этого хранилище. В смысле? Я не хочу его заталкивать в хранилище? Я хочу, чтобы он у меня по дому бегал. Как-то использовать и хранилище. Подожди. Ну, я действительно запихал пингвина в шкаф. Ну, на кой черт он мне в шкафу? Да, это поворот. Не могу, короче, я его дома отпустить. А жалко. Ладно, пойдем отпустим на волю. Беги, мой маленький пингвиняш. Иди, броди. Можешь тут жить, суетиться, не знаю. Тут тоже прикольненько, в принципе. Давай попробуем взять вот этот вот ящик. И закинуть его, например, вот сюда. В наш проходной пункт. Чтобы они не загрязняли там море. Давай кинем сюда. А, смотри, нельзя выбросить предмет здесь. Используйте для этого хранилище. Да что, что это такое-то, а? А мы пока, а мы пока соорудим нам кровать. Какую-нибудь такую блатную кровать. Ну, вот давай, пожалуй, одноместную кровать. Вот такую вот крутую сделаем себе. Не в теплице, пожалуй, а где-нибудь здесь. Блин, да хотя, давай в теплице поставим. Я потом теплицу разделю перегородками. И будет комната и теплица. Вот тут вот, вот тут вот. Вот где-нибудь возле окошечка. Можно мне? Вот таким вот макаром. Все, четко. Кровать с пледом. Кошерно. Можно поспать, если захотеть. Давай переляжем. Все равно на улице ночь. Во, урна. Нам нужна урна, чтобы разобрать те наши ненужные контейнеры. Чтобы не загрязнять окружающую среду. Мы ее обязательно сделаем. Но прежде я хочу сделать настенную полку. Настенную полку, которую я повешу вот так вот. Вот здесь вот. И поставлю на нее фоточки своей сеструхи и кошака. Вот эти вот фоточки. Итак, первая фоточка. Это у нас пингвиняш. Следующая фотка. Это наша котеечка картошка. И следующая фотка должна быть сеструха Сэм. Да, вместе с картошкой. Еще я взял бритвенный набор. Тоже положу его здесь, чтобы он не мозолил глаза в шкафчике. Может когда-нибудь у меня отрастут усы, и я побрею их этим наборчиком. Ну что, вот все. В принципе, я тут все разложил. Что у меня еще осталось? Плакат. Еще один плакат. Я не заметил еще один плакат. Куда бы его повесить? За музыкальным центром. О, огонь! Просто сказка. Знаешь, похоже на комнату подростка. Если еще включить музло, просто четко будет. Переключим, правда, трек, а то меня Аллен бесит в этом треке. Ну, сказочно. Еще игровых автоматов здесь не хватает. Ну что, я думаю, что стоит закругляться. Эта серия была посвящена первоначальной постройке дома и немножечко обустройству его. Мы это сделали. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк этому видосику и подписаться, если ты еще не подписан. Это очень важно. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...